Уй! Я не могу это поднять! Как повезло мужчинам, что теперь есть роботы! Наслаждайтесь, дорогие мужчины! Мы поставляем нашу продукцию на экспорт. У нас есть контракты в Саудовскую Аравию. Мы говорили в Индии? В Индию. Участвуем в тендерах на поставку кабеля в Италии, в Германии, во Франции. Это похоже на волосы. Совершенно верно. Прям вообще один в один. Только это камень, базальт. Я так понимаю, что вот сердце кабеля, вот оно вот в этих вот небольших коробочках, да? Я бы сказал, что это катушки. А сколько стоит? Здравствуйте, меня зовут Наталья Трофимова, и это официальный YouTube-канал Ру-Центр, крупнейшего российского регистратора доменов для бизнеса. Наши ролики выходят каждую неделю, и в них мы рассказываем о том, как начать свой проект в онлайне и развивать его, о том, на что важно обращать внимание и какие подводные камни лучше обойти. В общем, обо всем, что необходимо знать бизнесу в интернете. Мы помогаем разобраться в технических тонкостях и просто рассказываем о ярких представителях отечественных компаний, которые доверили Ру-Центр свои цифровые активы. Сегодня мы на уникальном предприятии, и его история насчитывает без малого 126 лет. Только представьте, завод был основан еще в конце 19 века. Находится он всего в 6 километрах от Кремля. Продукцию, которую здесь выпускают, можно сказать, связывает главные вехи истории нашей страны. Ну а современную жизнь без нее представить просто невозможно. Это и электроэнергия, и самые разные виды транспорта, и интернет, куда же без него. Мы на заводе Москабельмед. Экскурсию по заводу для меня проведет директор пиар-службы компании Чумфан Ухтарова. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать! Что же вы все-таки такое производите? Это кабели и провода, которые мы каждый день... Я не знаю, которые есть в наших квартирах, которые мы используем каждый день, как включаем свет, чайник, там и так далее. Это вот это? На самом деле мы производим широкую номенклатуру продукции, в том числе продукции, про которую вы говорите. Для машинопотребителя такого. Да, но специализируемся мы все-таки на силовых кабелях среднего напряжения, до 35 киловольт, которые идут дальше уже на строительство атомной станции, Министерство обороны, на поставку продукции в метро. Когда мы едем по тоннелю метро, мы видим вдоль стен, это вот то самое, что вы делаете? Именно, именно то, что мы делаем. А какие-то еще примеры есть? Ведь заводу уже без малого 126 лет. Мы, в принципе, подходим к созданию продукции с точки зрения инноваций. Мы стараемся следить за новыми компонентами, которые разрабатываются на рынке. Например, вот сейчас мы активно используем алюминиевые сплавы, тоже инновационное, скажем, такое направление для кабельного предприятия. А в чем инновационность? Это не чистый алюминий, это сплав с примесью других металлов, за счет чего у материалов, готового уже кабеля, повышенные характеристики. И мы с вами находимся на прессе, рядом с которым установлен робот, роборука, который выполняет очень тяжелую работу. Он берет алюминиевые, скажем так, слитки, правильно называется, билеты, и погружает далее в пресс, где мы уже накладываем на кабель, пропитанный заранее, металлическую оболочку. А скажите, а почему это должен делать робот? Для человека это что, тяжело? Это тяжело. Робот... Исключительно для того, чтобы... Соблечить работу. Ну, не надрывал спину, что называется. Сразу так, да. Ой, я не могу это поднять. Как повезло мужчинам, что теперь есть роботы. Наслаждайтесь, дорогие мужчины. Да, причем робот самое интересное отечественное производство. Я так понимаю, что после обработки вот там на прессе вот этой алюминиевой болванки получается вот такой вот кабель. Да, вот мы в данном случае сейчас наблюдаем, скажем, готовую металлическую оболочку из алюминия. Это один из элементов конструкции кабеля. Это еще не конец производства. Нет, 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 это еще не готовый кабель. В повседневной жизни мы не обращаем внимания на кабели, но кабели это архитектура любой городской среды. Кабели это основа всей жизнедеятельности человека. Невозможно представить современный мир и современную, скажем так, жизнь без кабелей. Это огромная машина, крутильное оборудование. Здесь она скручивает жилы в единую конструкцию, то есть кабель приобретает хорошо нам знакомую форму. Мы видим, что это многожильный кабель. Вот с этих четырех катушек в один кабель скручиваются все жилы. Да, все верно, да. И мы видим всего одного оператора. Да, действительно. Это круто. Несмотря на то, что линия такая длинная, и нужно, и важно держать весь процесс под контролем. Так вот, линию мы модернизировали, установив машинное зрение. Сегодня экраны дают возможность оператору находиться одновременно на всех точках и следить за тем, как качественно, правильно и так далее выпускается продукт. Неважно, заточен сайт под продажи или он есть у компании для информационных целей. Он должен работать стабильно, а для этого важно выбирать правильных партнеров. Рудцентр на рынке больше 20 лет предлагает все необходимое для бесперебойной работы бизнеса в интернете. Это и большое количество доменных имен, и надежный хостинг, и ССЛ-сертификаты, и конструктор сайтов, и многое-многое другое. Зрители нашего канала могут воспользоваться промокодом MYSITE и получить скидку в 15% на заказ любой новой услуги. Акция действует до конца сентября. Переходите по ссылке в описании и заказывайте все необходимое для вашего ресурса. Тюлпан, завод Кабельмет – это очень современное производство, и наверняка для такого производства требуется и представительство серьезное в интернете. Вот какое оно? Расскажите. Безусловно, это так. Во-первых, у нас есть официальный сайт, 3wmkm.ru. Сайт носит такой больше имиджевый и информационный формат, где мы рассказываем о наших новостях, мероприятиях, о выпуске новой продукции, уникальных разработках, дипломах, конкурсах. Правильно я понимаю, что сайт этот носит информационный характер, то есть вы через него не привлекаете заказчиков, не продаете свою продукцию, в этом нет никакой необходимости? Да, безусловно, через сайт невозможно купить кабель по метру, обратиться, попросить отрезать метр и так далее. То есть мы работаем с километрами, большими объемами, и на сайте представлена просто наша продукция, потому что ее очень много, и иногда, конечно, возникают какие-то технические вопросы, на которые специалисты могут найти ответы именно на нашем сайте. Каким образом вы осуществляете хостинг? Это отданок на аутсорфс-компанию или вы занимаетесь этим самостоятельно? Самостоятельно у нас очень большой IT-отдел, который специализированно занимается хостингом, занимается закупкой оборудования, серверов, и, собственно, чтобы все работало как на заводе, как внутри цеха, так и в виртуальном, скажем, мире интернета. Без кабелей не видно никакого будущего, поэтому работы у нас много, и работа будет всегда. Мы продолжим развивать продукты волоконно-оптические, то есть это отдельное наше предприятие волоконно-оптических кабелей, Москабель Фуджикура, совместное предприятие с японской компанией Фуджикура. И находится, опять-таки, здесь, на территории, далеко идти не надо. А сейчас мы попали на другой завод, это такой завод в заводе, а это директор этого завода в заводе Сергей Анатольевич Гладких. Здравствуйте! Добрый день, Наталья! Ну что, Сергей, это вот начало вашего, скажем так, хозяйства, начало производственной линии, так? Совершенно верно. Я бы просто хотел сказать для начала, что вы сегодня попали не просто на завод в заводе, а практически первое производство волоконно-оптического кабеля в России. Надо сказать, что мы были созданы в 1999 году, нам два года назад было 20 лет. Вас можно поздравить! Да, у нас уже достаточно такая солидная история. Скажите, есть ли разница между оптоволокном и волоконно-оптическими кабелями? Конечно, есть. Ну, наверное, я проведу небольшую аналогию, чтобы было понятно, да? То есть, когда вы что-то готовите, вы обычно оперируете какими-то продуктами, из которых потом получается готовое блюдо, да? Так вот, оптическое волокно – это те продукты, из которых вы готовите блюдо. А волоконно-оптический кабель – это и есть само блюдо. Ну, вот смотрите, вот эти вот стеклянные проводники, я не знаю, насколько видно, это и есть оптическое волокно. Вот эти цветные полоски, ниточки – это стекло? Да. Если не вдаваться в подробности, это кварцевый проводник, который состоит из нескольких слоев, и он достаточно хрупкий и достаточно тонкий. То пространство, по которому распространяется световой сигнал, он в диаметре, наверное, раз в 10 тоньше вашего волоса. 8-10 микрон. Скажите? Ну, вот посмотрите. Вот примерно так выглядит волокно. Но вот это волокно уже прошло операцию окраски. То есть, изначально волокно выглядит следующим образом. Я попытаюсь вам сейчас показать. Ух, какая красота! Такой перелив. Оно прозрачное, да, но отливает прям серебром. А зачем его красить? Вы знаете, я здесь проведу аналогию. Вы, когда покупаете электрические провода, да, у вас с разных сторон, когда вы монтируете провода, вы должны понимать, какую жилу с чем вы соединяете. Да? Поэтому жилы разного цвета. То же самое и здесь. Чтобы понять, что с тем коммутировать, вот для этого мы делаем цветовую идентификацию волокон. Сколько метров, километров вот в такой вот катушке этого тоненького провода? Ну, сегодня есть определенные стандарты, которых придерживаются практически все производители волокна в мире, в том числе российского волокна. Вот на этой катушке 50,4 километра оптического волокна. 50,4? 50,4 километра. Это можно до большой бетонки доехать. Половина расстояния МКАДа. Ну, если вокруг Москвы, он примерно 100 километров. То есть, ну, это половина МКАДа, пол Москвы. Да, две катушки, это будет круг МКАДа. Можно попробовать, сколько он весит? Ой, так он такой легкий. Он, ну, не то чтобы невесомый, он очень легкий. А сколько стоит? Хороший вопрос. Ну, примерно. Хороший вопрос. Вы знаете, сегодня примерно средняя цена на оптическое волокно 5,5 долларов на километр. Ну, соответственно, 300 долларов. Я почему-то ждала, что это будет подороже. Ладно. Я передам производителям, а главное, покупателям. Это должно быть не одно волокно. Я вижу, что они здесь собраны в пучок. Почему так сделано? Это зависит от того, какое количество информации нужно передавать. Да, то есть, если вы хотите подключить, скажем, коттедж к какой-то сети, то вам достаточно будет одного-двух волокон. Но если вы хотите передать информацию между городами или между цодами, то вам может понадобиться гораздо больше волокон. Сегодня мы, наверное, первые в России, которые имеют техническую возможность и опыт производства кабеля с волоконностью тысячи волокон. Ну, там Сбербанк, как вы правильно сказали, Наталья, строит свои цоды. Другие организации. Вот между цодами обычно прокладываются такие многоволоконные кабели, чтобы обмениваться большим количеством информации. Казалось бы, что по оптическому кабелю можно передавать, ну, понятные нам вещи, сигнал, который там осуществляет доступ в интернет и так далее, и так далее. Но вот в последнее время очень много мы работаем над тем, чтобы на основе волоконно-оптических кабелей создать кабель-датчики. То есть это кабели, которые позволяют заранее спрогнозировать возможное влияние на этот кабель. Ну, например, с помощью волоконно-оптического датчика осуществлена охрана периметра аэропорта Внуково. Как это работает? По забору, который ограждает аэропорт, проложен наш волоконно-оптический кабель. К нему подключено специальное оборудование. В том случае, если какой-то человек, животное или техника подходит к кабелю, оно еще даже не прикоснулось к нему, вы это не только увидите в реальном масштабе времени, но увидите, где это произошло. А как быстро вы это увидите? Моментально. То есть человек сделал только А, а охрана уже знает, что он занес ногу. Да, то есть если вы подошли к этому кабель-датчику ближе, чем на 2 метра, охрана будет знать, что вы это сделали, вернее, пытались сделать и где. И где конкретно? Да. О, это удивительно. Ну, это уже пользуется популярностью? Конечно. Я же вам уже сказал. Например, аэропорт Внуково. Например, аэропорт в Дели. Тоже мы поставляли туда наш кабель. А почему вот эти цветные большие, а вот те маленькие? Потому что это волокно, а это уже продукт первого передела. Это называется оптический модуль. Соединенное волокно наматывается вот как бы вот в такие модули. Не совсем так, не совсем так. Наверное, все-таки волокно свободно уложено внутрь пластиковой трубки, которая называется модулем. Денис, обрати на нас внимание. Да. Здравствуйте, Денис. Вы давно на заводе работаете? Да, на заводе я работаю давно, можно сказать, с самого его основания. Ну и каково? Нормальный привык, я люблю свою работу, мне нравится. Так кажется, что так все просто, а на самом деле процесс достаточно творческий, потому что много всяких технических тонкостей, которые надо все сложить воедино, чтобы получить качественный, в моем случае, модуль, а далее уже кабель. Это похоже на волосы. Совершенно верно. Прям вот вообще один в один. Только это камень базальт. Специальная технология позволяет из базальта сделать вот такие нити. И эти нити мы применяем при изготовлении огнестойких кабелей. У них нулевая теплопроводность практически. Я поняла, почему вот мне производство здесь очень сильно напоминает производство текстильное. Такое ощущение, что вы все время что-то придете, плетете, ну вот как ткани, как нити переплетаете. Давайте я зацеплюсь за ваши слова и скажу, что если бы мы взяли вот такую нить, она называется аромидная, и сплели бы из нее материал, то вот примерно из этого изготавливают бронежилеты. То есть вы надеваете кабель в бронежилет? Ну, будем говорить так. Это специальные волшебные ножницы. У нас есть такая аббревиатура, вернее сленг, да, разделать кабель, то есть снять оболочки. Для того, чтобы вскрыть оболочки и снять, используется рипкорд. За него вот так продольно тянут, и оболочка вскрывается, разрезается. Это очень прочная нить, которая укладывается внутрь кабеля под оболочку. Вот, и чтобы не резать ее ножницами, ее вскрывают рипкордом. Мы практически все кабели защищаем от проникновения влаги. Это вот эти, вот этой бумажечкой. Совершенно верно. Это немножко, знаешь, на что похоже? Похоже на промокашечку. Помните, вкладывали в тетрадочки такие листики, об которые ручку промакивали, чтобы она клякса не оставляла? Ну, смотрите, на самом деле, вот самые, говорят, устойчивые ассоциации из детства. Абсолютно верно. Так же работает этот материал. Смотрите, что будет происходить. Как, есть вода? Давайте. Идея заключается в следующем, что когда вода все-таки по случаю проникает в кабель, то этот материал, впитывая воду, разбухает, становится желеобразным и препятствует дальнейшему продольному проникновению воды в кабель. Попробуйте ее рукой. Во-первых, она увеличилась в несколько раз и превратилась в гель. Это похоже на наполнитель для подгузников теперь. Ну вот, видите? Да, да. Все-таки у женщин ассоциативный ряд развит сильнее, чем у мужчин. Но надо сказать, что технология непроникновения воды в кабель, она не только на этом материале заключается. У нас еще есть так называемые гидрофобы, гели. Отталкивающие влагу, по идее. Ну, скажем так. Слушайте, ну теперь я все больше и больше убеждаюсь, что насколько, казалось бы, простой кабель, а он настолько продуман до мелочей и деталей. Кабель должен служить минимум 25 лет. Немало. 25 лет. Немало. И поэтому сегодня, изготавливая кабель, мы должны думать о том, в каких условиях он может эксплуатироваться все эти 25 лет. И на всякий случай предотвратить возможные повреждения. Поэтому мы используем множество разных и довольно сложных материалов. Вот это блокирующая лента. Вот она поступает в оборудование и накладывается на скрутку модулю. И наматывается в конце все это опять на большую-большую катушку. Да, на технологическую тару, называемую барабан. Ну вот с какой скоростью кабель здесь? 70 метров в минуту. Но чем ближе к готовому изделию, тем скорости падают. А, вот так. Производство, да. Вот, скажем, окраска волокна, о которой мы с вами говорили в самом начале, мы ее делаем со скоростью 3000 метров в минуту. Ну это другой разговор. А вот линии, которые делают оболочку и изоляцию, они работают на более медленных скоростях. 40 метров в минуту, 60 метров. Чтобы в нем быстро потом летал свет, нужно сначала его очень неторопливо изготавливать. Совершенно верно. Мы же отчасти японская компания, да, поэтому, ну, вам, наверное, знакомы такие понятия, как бережливое производство, система 5С, да. Мы на самом деле во всем этом работаем. Так вот, в этой системе есть такое понятие, как кайдзен. Кайдзен – это предложение, которое генерирует или инициирует сотрудники, улучшая свое рабочее место, какие-то процессы, процедуры. И в том случае, если это приносит какие-то преференции для нашего предприятия, сотрудники за эти кайдзены получают реальные деньги. Вот здесь происходит прием издаточные испытания. Финальные. Финальные, совершенно верно. При воздействии на кабель мы сразу же можем понять на вот этих приборах реакцию кабеля на наше воздействие. Произошло ли оно вообще или нет. У нас есть всего лишь две операции, где работают женщины. Так. Это контролеры ОТК и операторы окрасочных линий. Вот та самая первая операция, о которой я говорил. На всех остальных операциях, где, в общем-то, требуется сила переместить какие-то грузы, материалы, ну, там обычно работают все-таки мужчины. Ну, там, где нужна усидчивость и внимательность, там работают женщины. Ну, тут безоговорочно. Ну, в этом наша сила. Безоговорочно. Усидчивость, внимательность, ну и все такое. Да? Ну, молодцы, правда же? Ну, для каких героических каких-то задач, масштабных проектов отправится, ну, например, вот этот вот кабель? Или вот этот? Дело все в том, что сейчас в России осуществляется такой проект, называется «Цифровая экономика». Так. Есть еще проект, который называется «Устранение цифрового неравенства». Так. По этим проектам кабель волоконно-оптический, а вернее не сам кабель, а интернет, должен быть доведен до всех населенных пунктов, где живут минимум 500 человек. Так. Вот. И по названию кабеля я понимаю, что он идет именно для реализации этого проекта. Я правильно понимаю, что, по идее, кабель должен быть протянут от западной границы до восточной границы по всей стране? Немножко другой проект. Его тоже осуществляет Ростелеком. Называется он «Теанекст». Для этого проекта мы тоже делали кабель. Вот. Но это достаточно сложный кабель, и там используется очень сложное волокно. Не то, которое используется вот в этом кабеле. Ну, надо полагать, если это будет кабель, который должен будет пройти через всю страну. Да. Мы вот с вами примерно подсчитали, если бы, например, вы были бы единственной компанией, которая его изготавливает, то вам пришлось бы потратить полгода, то есть загрузить завод на полную мощность на полгода, чтобы сделать кабель, который бы протянулся от запада, да, от западных границ. С востока на запад. Да, да, да. До восточных границ. Это так. Сергей, спасибо вам большое за время, которое вы нам уделили. Очень интересно было у вас на производстве. И я желаю вам всяческих успехов в вашем, ну, действительно непростом деле. Пожалуйста, Наталья. Но я думаю, что сейчас немножко стало яснее, чем мы занимаемся. Намного. Сегодня я побывала в двух цехах этого гигантского московского завода и узнала много всего нового. Надеюсь, вы тоже. Спасибо, что были с нами. Еще больше информации о бизнесе в интернете вы найдете в блоге Руцентр по адресу ник.ру. Подписывайтесь на канал. Увидимся через неделю. Мы постараемся, чтобы было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова